итак всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадим и сегодня мы будем обозревать такого персонажа в игре наруто онлайн как гай врата развлечений или я не знаю чего ну короче с такой зелененьким орелом позе цапли не знаю там как по украински лэвэк и поза не знаю аиста значит смотрим кто он такой с чем его едят и так далее ну во первых должен отметить типа что вот получается он только с ивентов также не знаю откуда у меня его один фрагмент взялся еще дополнительно ну да ладно но это не у меня у дракона принципе хороший ли он персонаж ну так себе чисто фановый я считаю в принципе где его можно применять сразу же скажу чтобы потом не забыть об этом сказать его и единственное применение которое мог бы придумать этот трехзвездочным в какой нибудь блиц команде то есть близ команде его можно применять почему тогда потому что ладно сейчас давайте потому что он дает бонус к тай дзюцу он по два раза атакует и он короче по на подавляет иммунитет комбо то есть как вы понимаете обилка которая подавляет иммунитет комбо позволит например за компить 3 райкаги и ваншотнуть его но дело в том что это белка действует только со второго хода что как бы нивелирует всю ее выгоду потому что выходит что райкаги как раз применит свой скил во втором ходу и все эти бежопа поэтому против таких как гора если вы его не смогли убить первом раунде можно применять но кару как бы зачастую хватает урона чтобы убить первом раунде поэтому пофигу да и какие воздуха он перезаряжает во втором раунде опилки и там короче слишком поздно если бы в первом раунде его опилка была он был гораздо лучше так что такие вот дела в целом же парень довольно интересный в отличие от обычного кая у него есть как я сказал это три атаки как урок ли красненького но недостаток в том что типа бонус атаки у него меньше всем это на третьем на трех звездах они на двух то есть давайте посмотрим вот как вы видите двухзвездный хотя здесь и нарисованы обилки там 5 обилок но на самом деле у него четыре всего лишь обилки на двух звездах такие вот дела что за первая пилка то и аска джаку морнинг пикок топлин это чё за матюки я знаю что как это короче член ну или петух называют члены петухами да кауза сертой нд мечты сэректы танцевил а у сокаузы сэректы тюни то сава ронг нокдаун и 12 компа до 12 комбо проводит а 12 комбо это как вы знаете больше 10 до кто умеет считать типа это значит что вы сможете например роши активировать правда кто его будет использовать с роши я этим людям сильно сочувствую да ну тем не менее комбо всегда пригодится к нокдаун неплохая связка в принципе дальше подавляет иммунитет к статусом нанесенным честь атакс ну короче подавляет супер броню да то есть в принципе в будущем еще появятся персонажи которые ее подавляют по-моему этот киллер by 8 хвостый джинчурик вот такой вот персонаж он будет тоже подавлять типа иммунитет супер броню и то есть можно будет комбо проводить по персонажам типа гары типа 3 райкаги и так далее но пока что вот гай может такое делать ласт юнте у дзи n to the round также важно что вы должны его его скилл промпт что хорошо и вы должны его запускать скорее всего до того как ваши персы начнут атаковать потому что естественно то есть только до конца раунда он подавляет этот иммунитет то есть вы скастовали на персонажа в начале раунда эту обилку и тогда вы сможете по нему прокомбиться если же вы после того как все про атаковали скасту эти эту обилку то ничего у вас не получится ну единственное что я хочу сказать что это же обилка она сама начинает комбо следовательно если вы связку завяжите собственно на эту обилку то есть к нокдауна у вас начинается сим комбо то естественно это белка будет их начинать значит тайзюцу атака самая обыкновенная хай флот кастует и он сам на него чистится так что в принципе это не так плохо дальше 9 врат ну понятно обилка в принципе как урок ли красненького и и дальше супер при мариотус да то есть ну стандартный чиз принципе гая и рок ли супер первичный лотос такой себе если же мы получаем гая этого трехзвездным то у нас добавляется еще одна обилка которая если честно как раз таки неплохо гайданс это как у гг земли правда у него по моему только комбо рейд добавляет а у этого кая гораздо лучше обилка на добавляет еще и атаку что как бы говорит что у гг земли вот это вот фигня с комбо рейдом она такая дерьмовая то есть нам нужна атака какой нафиг комбо рейд идите в жопу значит тай в эндис юнит инзе файлт комбо рейден да так of out the konoha units in your team will increase it by 20 процентов но правда у гг земли это не только для konoha юнитов короче все все ниндзя konoha в команде с гаем получают 20 процентов комбо рейда и 20 процентов атаки что я должен отметить то что только konoha юнит это как бы нас ограничивает но с другой стороны как бы нет ограничения по времени то есть то до конца боя в принципе ну естественно если этот гай выживет то есть пока гай живет вы получаете этот бонус но как бы блин больше минусов чем плюсов потому что как бы konoha ограничения на konoha юнитов она действует всегда а вот до конца боя вот и не всегда будет сражаться то есть зачастую бой не идет 10 раундов поэтому реализовать этот баф у вас толком не получится вот как вы видите как этот персонаж выглядит в стандарте у него очень очень красивое свечение и как бы я бы сказал что блин после тачи суса на танки самые акулы подобных персов он самый такой себе красивый скин имеет а следовательно в принципе для коллекции советую приобрести тем более что он ну и за бесплатно то есть как советую приобрести купон естественно тратить на него не надо чисто для коллекции коллекционный такой персонаж давайте же посмотрим его теперь характеристики смотрим это он первого уровня двухзвездочные так далее то есть и у дракона и вообще смотрим на лайфгроуд значит лайфгроуд 953 ну так себе атакгроуд 1121 очень хорошо атакгроуд больше чем лайфгроуд то есть больше чем рост здоровья рост здоровья кстати не такой уж и плохой хотя слабоватый все таки значит это дефенс голимый резистенс такой себе ниндзюцу тоже такой себе знаете что я по его в блиц команде ставил если вы например используете гг молнии в лиц команду молнии или близ команду земли я бы его ставил за вашим гг то есть он на второй позиции то есть второй позиции зачастую достаточно для того чтобы это применить его опилку и как бы до того как вы начали атаковать ну или вообще там на какой-то на 45 позиции в принципе но на первой позиции его естественно не ставьте потому что он не танкует и как танкам любым его тоже не стоит ставить он баффер и атакующий юнит то есть значит ставите его как минимум на второй позиции и то есть после того как остальные про кастуются он кастует свою опилку и снимает супер армор с какого-то из юнитов противника для того чтобы собственно и возможно начинает комбо но правда это во втором раунде вот опять же так как это во втором раунде то он не такой уж и крутой перс однако только так его и можно я думаю применять это в начале игры давайте же наверное посмотрим его пою так нужно включить типа звук так о чем творит у него прикольная пилка слушайте давайте отступим берн смотрите он был шпион гарри или что-то вроде того кричит непонятный короче парень ну давайте заново проверяем о красиво выглядит как вы видите постоянное это зеленое свечение у него а вот и его объем к нифига себе то есть он в воздухе пинает короче 12 раз чувака ну ну довольно оригинально и типа тем самым подавляет эту иммунитет комбо плюс довольно большой шанс прокомпится у него как вы видите что довольно таки интересно ну что еще разок покажу опилку типа бонз 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 урон так себе у этой опилки конечно ну как я и сказал она типа дает много комбо и она дает подавление иммунитета комбо собственно для этого она и создана а не для того чтобы типа много урона наносить к тому же как бы урон на одного персонажа это довольно таки прикольно значит дальше последнее что о нем стоит знать это типа кто он и как он он у нас мужчина что несомненно плохо он у нас к нохе то есть бафает принципе себя кстати ну как бы с обычным гаем его вы не поставите а вот с рукой это уже тоже как вариант бонус а что если а сумму винт бейда поставить гая и руку но как бы много бафов конечно но с другой стороны поля как бы нету но с другой стороны то есть у кого мало мощи могут его типа ставить вот в такой команде как я сказал он типа подблит заточен причем под тадзюцу blitz также как вариант вместо а ноги ставить его с красным рок ли и с этим опять же с рукой можно с гиги земли я имею ввиду так и а лайт шиноби форсас это по моему наруто курама бафа это лайт шиноби форсас так что такие вот его или сэйч хаширама не помню кого то такого такой вот персонаж в принципе в основном он фановый особенно двухзвездочный но красиво выглядит вот моделька просто мне очень нравится а на этом место прощаюсь не забудьте поставить лайк если понравился обзор всем до свидания